Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале! В этом видео я хочу рассказать об опасном вредителе молодой рассады и семян ростковой мухи. Многие зрители задают вопросы, что это за мушка летает над нашей рассадой, ползает по почве вокруг растений и так далее. Вот сама по себе эта мушка никакой опасности в принципе растениям не несет. Опасны ее личинки. Друзья, каким способом защититься от этой опасности в этом видео я и расскажу. Итак, муха откладывает яйца на глубину порядка 5 мм в хорошо увлажненную почву. То есть яйцо хорошо будет развиваться только лишь в хорошо увлажненной почве. В течение 2-5 дней из яйца вылупляется личинка длиной порядка 1 мм прозрачная. Мы ее поначалу вообще можем не увидеть, эту личинку. И сразу же она устремляется к кормовому растению. Кормовое растение это не общая классификация растений. Это название от того, что это растение, которое рядом с личинкой окажется, является кормом для нее. Вот за один раз одна муха может отложить 60 яиц. Появится 60 личинок, которые устремятся и в округе будут выгрызать появившуюся, ну уже растущую рассаду. Если рассады еще нет, вот в одном горошке, обычном семечке горошки в поле, насчитали порядка 30 личинок. Они вгрызлись в эту горошину бедную и начали выгрызать ее изнутри. То же самое, когда мы ждем всходов семян, а всходов нет. Друзья, вот если мушка, ну вот бывает так, что некоторые огородники заранее заполняют пложки, заранее их проливают марганцовочкой или еще чем-нибудь. И оставляют некоторое время стоять в теплом месте, чтобы почва прогревалась до посева. Муха делает свое дело, откладывает яйца, успевают вылупиться личинки. Мы проводим посев и личинки начинают выгрызать наши семена, которые мы поселим. Всходов мы не дождемся либо совершенно, либо всходы будут очень сильно изрежены. Из-за того, что личинка ростковой мухи эти семена уже подкушала. Друзья, методы борьбы с этой напастью. Как я сказал, муха сама по себе в принципе не опасна. Она только лишь опасна тем, что может отложить яйца, из которых появятся личинки. Вот слабое место в этом процессе муха, яйца, личинка, именно яйцекладка. Когда муха откладывает яйца на глубину порядка 5 мм. Я говорил уже, что во влажные места, в сырые места откладка яиц идет. Если почва пересохнет, где была сделана кладка яиц, то яйца погибают. Если мы порыхлим на глубину 5 мм, друзья, вот у нас почва постоянно подсушенная. Мушки этой мы в принципе и не видим. Потому что стараемся делать так, чтобы у мухи не было шансов отложить, сделать яйцекладку где-то в верхнем слое почвы, в сырую почву. Поэтому я всегда и говорил, что посевы необходимо проводить рядами, чтобы была возможность легкого проведения рыхления на достаточную глубину. Яйца погибнут, естественно, личинка уже не появится и вреда нашим растениям и семенам не будет. Друзья, если же мы проморгаем, как говорится, этот момент, муха отложила яйца. Через 2-5 дней произошло вылупление личинки, вот личинку мы уже рыхлением не поймаем. Ей рыхление наше уже не страшно. Почему? Потому что она может уйти ближе к корням и она уйдет, эта личинка, к корешкам поближе, именно во влажную зону, где мы не сможем уже провести никаких рыхлений, никаких пересушиваний чрезмерных. Да, и личинке это не страшно, в принципе, яйцу страшно, а личинке пересушивание уже постольку-поскольку. Достаточно длительное время личинка в сухом грунте может вполне находиться. Если уже так случилось, что из яиц личинка все-таки появилась, тогда остается единственный способ с ней борьбы. Это, друзья, химические применения инсектицидов типа фуфанон. Тогда проливаем под корень растения фуфаноном. Никакого другого варианта борьбы в таком случае с личинкой у нас не остается, друзья. Вот как-то так. Поэтому старайтесь, пожалуйста, от момента появления всходов до пикировки рассады. Взрослым растениям эта личинка, в принципе, уже как бы не совсем страшна, практически не страшна. А для рассады вред очень большой. Старайтесь, пожалуйста, от сходов до этого проводить тщательное рыхление и стараться подсушивать все-таки почву, чтобы даже если муха отложит эти яйца или где-то уже отложила, то чтобы эти яйца с нашей помощью погибли. Вот на этом видео я закончу. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, для вас оно было полезным. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.